Приближаются любимые всеми нами праздники, Новый год и Рождество, но в эти праздничные дни мы частенько забываем о необходимости уберечь себя и наших близких, а также окружающих нас людей от существующей в эти дни опасности, возникновения пожара и получения тяжелых травм в результате неосторожного обращения с пиротехническими изделиями. Вот в том числе, чтобы предупредить подобные чрезвычайные ситуации, в Минске сейчас проходит республиканская акция, которая называется «Безопасный Новый год». Но и в рамках этой акции сотрудники МЧС еще раз обращают внимание горожан на необходимость соблюдения основных правил безопасности при подготовке к новогодним и рождественским праздникам. Напоминают они о правилах эксплуатации пиротехнических изделий и других правилах пожарной безопасности. Ну и вот сейчас, вот в рамках рубрики «Приятный бонус» у нас подарки на кону от Министерства по чрезвычайным ситуациям, хорошие. Между прочим, я вот проверил, что же достанется нашим слушателям, а там целый пакет нужных вещей, там и автономный пожарный извещатель, и кружечка, и брендированная ручка. И для детей много всяческих интересных журналов, расписания уроков, всяческих книжечек, которые помогают детям с малых лет изучать безопасность. Мне кажется, что это важно, научить своего ребенка безопасность, и это одна из важных задач. Ну и вот при помощи таких наглядных материалов от МЧС можно это сделать легко и играючи, потому что, когда это происходит в форме игры, мне кажется, это запоминается гораздо-гораздо лучше. Так вот, такой набор нужный и полезный в хозяйстве пригодится 100%. Сейчас кто-то из наших слушателей обязательно получит, но для этого нужно будет ответить на вопрос, который так или иначе как раз-таки связан с правилами эксплуатации пиротехнических изделий. Вот проверим, сможете вы правильно ответить или нет. Если не сможете, то обратите внимание на эту республиканскую акцию «Безопасный Новый год», и еще раз перечитайте правила, как обращаться с пиротехникой. Правильные ответы жду в Viber и Telegram, код 44, номер 7158472, ну а подарок от МЧС получит тот, кто первым справится с заданием. А вопрос заключается в следующем. Что нужно сделать в первую очередь перед использованием пиротехники? И есть три варианта. Вариант первый – выбрать место для запуска. Вариант второй – собрать побольше зрителей. И вариант третий – ознакомиться с инструкцией. Вот, пожалуйста, первый, второй или третий вариант. Жду ваши ответы. Первый вариант – это выбрать место для запуска. Ну, что в первую очередь нужно сделать перед использованием пиротехники. Второй вариант – это собрать побольше зрителей. И третий вариант – выбрать место для запуска. Ваши варианты, еще раз напомню, принимаю Viber и Telegram, код 44, номер 7158472. Через минут пять подведем итоги. Приятный бонус. МЧС перед Новым годом запустила республиканскую акцию «Безопасный Новый год». И вот в рамках этой акции сотрудники МЧС, спасатели, еще раз обращают внимание гражданам на необходимость соблюдения основных правил безопасности при подготовке к новогодним и рождественским праздникам. Ну и вот проверить знания в безопасности решили через слушателей «Радио Минск» в МЧС. Но они просто так подарки пообещали. Задавал я несколько минут назад вопрос, что нужно делать в первую очередь при использовании пиротехники. И давал три варианта. Первый вариант – это выбрать место для запуска. Второй вариант – собрать побольше зрителей. И третий вариант – ознакомиться с инструкцией. Ну и правильный ответ – это вариант номер три – ознакомиться с инструкцией. Да, сначала, прежде чем использовать пиротехнику, читаем инструкцию. Потом выбираем место для запуска. И только потом собираем зрителей, но находимся на расстоянии. Если это какой-то там салют или петарда или еще что-то. Вот нужно на расстоянии находиться от этого всего. Ну и, кстати, в инструкции будет написано то самое безопасное расстояние, на которое нужно отойти от места запуска пиротехники. Спасибо всем, кто отвечал. Вот согласно ответам, знаете, нужно все-таки, чтобы слушатели Радио Минск обратили внимание на некоторые правила, которые связаны с безопасностью при подготовке к новогодним рождественским праздникам. Потому что разные варианты мы получили здесь в студии Радио Минск. Но первым правильный ответ, а это ознакомиться с инструкцией, вот этот ответ прислал к нам слушатель Александр. Номер заканчивается на 337. Александр, мы вас поздравляем. И я, и я думаю, что МЧС присоединяется к поздравлениям. Вы правила знаете, безопасно встречайте Новый год. Подарочки от МЧС, как забрать, расскажу уже за эфиром. Ну а МЧС поздравляет всех с наступающими праздниками. И надеется, что вы пользуетесь советами и рекомендациями. И встречайте Новый год и Рождество без происшествий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова